Привет, народ! Сегодня я предлагаю вам вспомнить совершенно магическую сцену из восьмой серии второго сезона Twin Peaks, которую снимал, кстати, не Дэвид Линч, но тем не менее этот яркий эпизод абсолютно точно пропитан духом Линча. Срежиссирован он был Калибом Дешанелем, который широкой публике сегодня больше известен как мастерский оператор, и во многом именно, похоже, его операторская чуйка явно и помогла сделать эту сцену такой особенной. Самое же потрясающее заключается в том, что сцена эта имеет минимальное значение для основного повествования, и одновременно при этом остается одним из самых запоминающихся, завораживающих моментов сериала. Эта сцена невероятно теплой ностальгии также невозможно была бы без сюжетного контекста. В этот момент сериала Бен и Джерри Хорн находятся в тюрьме, ситуация для них, как вы понимаете, весьма хмурая и беспросветная, и причем, если зритель и не испытывает прямого сопереживания с сложностями, в которые вляпался Бен вместе с Джерри, то тем не менее он все равно, скорее всего, испытывает относительно близкие героям сериала чувства. В Твин Пикси в этот момент вновь как никогда тревожно. Боб наносит новый удар, и то, что нужно зрителю в этот момент, как раз такая вот небольшая доза волшебного эскапизма, которая, отдалив от насущной мрачной реальности, при этом все равно заставит его испытывать к персонажам сериала более близкие чувства, через узнаваемые для каждого человека воспоминания из детства, которые позволят увидеть и Бена, и Джерри, уже до этого, конечно, не раз достаточно обаятельно показанных, но все-таки почти без положительного окраса людей с добрыми сердцами. Вторая сила, заложенная в условиях этой сцены, является для сериала опять же фирменной. Воспоминания, которые налетают на Джерри, совершенно внезапно, и более того, не характерны для сериала, который не использовал до этого флэшбеки, и поэтому, как это больше всего любят делать Твин Пикс, эта сцена застает нас совершенно неподготовленными и безоружными, поглощая резким ударом. Что же касается непосредственно самой формы создания сцены, а не только успешных условий ее преподнесения, то я бы выделил, восторгаясь, три основные детали. Первая из них — наличие яркого особенного заголовка. Чтобы впоследствии вспоминать эту сцену, рассказывая о ней, зрителю даже не требуется придумывать для нее название. У Джерри и Бена уже есть лаконичное, красивое название этому воспоминанию, эпизоду из их жизни. И более того, у каждого слова в этом воспоминании есть заряженная энергия, которая пробуждает в мозге зрителя чувства конкретных, очень ярких, и при этом совершенно знакомых и четко выражаемых действий, предметов, или просто ощущение необычности, уникальности и особенности, которые воспринимаются в имени Луизы Домбровски. Все это сливается в одном завораживающе-цепляющем сновическом образе. Так выходит настоящее заклинание, которое мощно и звучит, и представляется. И вот оно, оно чудо Твин Пикса. Стоит Джерри действительно произнести это заклинание, как магия тут же в этот момент и срабатывает, и воспоминания со всеми словами, которые оно описывается, предельно напрямую материализуются, совершенно не разочаровывая. КОНЕЦ Стоит непосредственной основе этой сцены начаться, как во всей красе без лишних представлений проявляет себя вторая потрясающая деталь этой сцены, ранее никогда не звучавшая в сериале новая мелодия от великолепного Анжела Бадаламенти, «Хук Рак Дэнс», как раз и названная в честь этой сцены. Более того, она абсолютно самобытна и не похожа на другие основные темы сериала и отличается особо чувствительной, теплотой, светлостью, откровенностью любви, заложенной в нее. Ощущение ностальгии и просто приятных воспоминаний и трепетных моментов из жизни также идеально в ней ощущается. Особенность композиции и ее уникальность сохраняются и до самого конца сериала. Авторы не злоупотребляют ей, и в следующий раз после этого настолько зацепившую композицию мы услышим только лишь через десяток серий, в момент, когда Дэйл Купер влюбится, по-настоящему влюбится в Энни Блэкберн. Третья деталь скорее становится совокупностью всего отображения танца Луизы Домбровски, мастерской режиссуры и постановки, а также того, как была сцена снята непосредственно за счет операторской работы. Несомненно, главной особенностью всего этого становится прием пропуска большей части кадров без использования замедления или ускорения происходящего, то есть сцена не снята в сломо, но тем не менее снята совершенно особенно. Мне кажется, что авторам удалось найти потрясающий способ реализации идеи воспоминания. Когда мы прокручиваем в голове воспоминания, мы, естественно, не видим все так, как было в реальности. Картинка в голове кажется относительно размытой, не совсем четкой, более абстрактной, но в то же время мы продолжаем улавливать момент времени и основные детали тогда увиденного, как будто множество стоп-кадров, следующих друг за другом. Что как раз в этом случае в динамике танца Луизы Домбровски прекрасным образом преподнесено, и при этом не выглядит как просто набор фотографий, а действительно в полной мере ощущается как живой танец, произошедший когда-то, но теперь прошедший через фильтр нашего роста, переполнившийся памяти и тяжести, наплывший на наш сейчас реальности. От этого ценность этого запылившегося маленького сундука на чердаке оказывается еще более значительной. К виртуозности Луизы можно добавить и еще несколько ключевых моментов. Полное сохранение визуальной и атмосферной эстетики Твин Пикса, когда настолько светлый, чистый и теплый момент происходит визуально в темноте, только при свете фонарика и тусклого фонового света из коридора. Это очередная квинтэссенция всего сериала, уложенная в формат микроэпизода. Любовь, позитивный настрой и тяга к жизни радости и каким-то бликом ежеминутных наслаждений на фоне страшного зла, стрясающего мир. В конце концов, огромную роль в этой сцене играет и лица, показанные в эти секунды. Светлые, легко узнаваемые и такие очаровательные лица маленьких Бена и Джерри, и так как мы смотрим на танец от их лица, то совсем по-другому выражено лицо Луизы. Оно скрыто в темноте и узнается только по очертаниям краев. Джерри и Бен действительно помнят один лишь танец и какой-то общий, становящийся абстрактным образ Луизы Домбровски. Так что лицо и какие-то сторонние детали становятся для них совершенно невидимыми, как и все остальное, кроме ключевых объектов. Половичка, на который мы сразу бросаем глаз, ожидая после произнесения заклинания, как Луиза Домбровски в своих носочках ступит на него. Фонарик, которым Луиза невинно заигрывая, светит прямо в глаза завороженных детей. И в конце концов, просто двухэтажная кровать. Позиция с обзора, которая и пробуждает изначально в Джерри это исключительно волшебное воспоминание. Когда мы возвращаемся из этого видения обратно в реальность Бена и Джерри, музыка, к нашему счастью, еще продолжает играть. Так как по лицу Бена и Джерри можно увидеть, насколько приятны эмоции и чувства у них оно это воспоминание вызвало. Мы полностью синхронизированы с ними и с полнейшим сопереживанием и согласием готовы пережить простой и банальный уже давно ставшим риторический вопрос. Ответ на него всем известен. Мы просто все повзрослели. И теперь жизнь стала сложнее, суровее и тяжелее. И потому беззаботный миг с беззаботной светлой мелодией Бадаламенте жестоким образом все-таки слишком быстро для нас обрывается. И эта сцена заканчивается.